Дхиро Кришна Махарадж, Шипат Бхакти Суддхир Госваме Махарадж, спрашивает, живые существа приходят на эту материальную платформу и постепенно они достигают Бхрамаджиоти? Но, из Бхрамаджиоти, видимо, но, да, из Бхрамаджиоти они приходят. Но в то же время мы слышали, что каждое живое существо вечно связано с Кришной одной из пяти раз. И это потенциал, анализируя Сварупу и статас Халоки, возможно, не зайти и спуститься сюда, в материальный мир. Поэтому также присутствует возможность войти в то царство. Внутреннее, внутреннее паричай, как это называется, тождество, да, тождество. Достичь своего внутреннего тождества, я. Вчера, возможно, мы обсуждали это с Тамалом Кришной, Прабу или Махараджу. Вчера этот вопрос затрагивался. В целом, из Бхрама Локи. Из Бхрама Локи. Это Бхрама Лока, это недифференцированная масса сознания. И присутствует возможность как света, так и тьмы. Тьма, возможность выбора тьмы, это эта сторона бытия. Материальный мир, сторона света. Если анализировать, то можно увидеть сварупу, которая подходит для такого-то и такого-то служения, подходящего для определенного служения в измерении Галоки. Но эта сварупа фиксирована. Кто-то, чья-то сварупа принадлежит измерению Вайкунхи, у кого-то, в чьи-то случаи Галока. И также в Галоке присутствует пять рас. Если мы способны видеть глубинную природу, глубинную природу, то можно распознать характеристики сварупы, природу сварупы. Хотя источником является Бхрама Лока. Это общий случай. Затем существуют особые способности Кришны в трансформации. Способность трансформации крайне редко. Изменение расы или группы. От одной группы живое существо может быть перемещено в другую группу. От сакья расы. Шьямананда Прабу был трансформирован, перемещен в Мадуро расу. Крайне редко. Однажды вы сказали мне, Махарадж, что Бхактино Такур сказал, что Шьямананда Прабу, его истинная раса была Мадуро. Да. Она была не распознана его первым гуру. Первый гуру не распознал ее. Конечно, конечно. Но также Бхактино Такур написал, возможно, в Татва Сутре или где-то еще. Кришна способен делать все, что угодно. Его непостижимая потенция, говорит Бхакти Чару Свами, если это он, бенгальский Махараджа. Да. Знатоки, эксперты способны определить Сварупу, увидеть ее, распознать, отследить. Она то, что внутри, то, что есть. И также воля Кришны Верховная. Он может даже прекратить существование дживы, хотя джива нитя вечно. Но это не слишком приятно или буквально вкусно для нас. Каково различие между Сварупа-гатта и Васту-гатта? Дирам Кришна Махараш, Ипат Госвами Махараш спрашивает, каково различие между Сварупа-сидхи или Сварупа-гатта и Васту-сидхи, Васту-гатта? Сварупа-сидхи — внутренняя реализация, завершение внутренней реализации, окончательная стадия. А Васту-сидхи — как внутренняя, так и внешняя. Васту-сидхи. В Сварупа-сидхи человек не имеет ничего общего с материальной платформой. В Сварупа-сидхи присутствует некое звено, связь с материальной платформой, а Васту-сидхи нет. Да? Он полностью вовлечен в другой мир, хотя находится, связан с материальной платформой. Но Васту-сидхи, он полностью отстранен, изолирован от материальной платформы, помещен туда. В Сварупа-сидхи в силу материальной связи, материальные желания, они вступают в сознание? Их можно увидеть на задней сцене, как бы на задней сцене, подоплеку, некую подоплеку в Сварупа-сидхи. Но Васту-сидхи нет сознания материального мира. Даже материальное сознание, эта часть также обращается в духовное сознание. Эта часть также обращается в духовное. Отсутствие видения материальной стороны бытия, даже в качестве подоплеки или заднего плана, или фона, или как угодно. Кришна говорит... Если мы совершаем ШраDidхи, Киртанам, то этот процесс освобождает? Что? Когда мы заняты, совершаем Шрауль, Киртанам, то этот процесс освобождает? Этот процесс дает нам освобождение? Этот процесс... он не освобождает ли нас? Конечно, освобождает. В таком случае не только освобождает, освобождение происходит бессознательно, но он вступает в обители реального духовного служения, как такового Шравана Киртана, помогает нам войти, вступить в реальность. И освобождение автоматически происходит в этом процессе бессознательно, неведомым образом. Ты совершаешь прогресс в сторону позитивной стороны, и когда ты идёшь в сторону позитивного, то неизбежным, необходимым образом ты отдаляешься от негативной стороны. Освобождение не подразумевает, не означает избавиться от определённой идеи или реалии, но имеется в виду идеал эксплуатации, идеал отречения. Это означает, что всё, всё становится частью сознания Кришны. Это не отход от неких реалий как таковых, но отход от идеи, эксплуатации, отречения. В преданности всё становится частью сознания Кришны. А Сайюджи Муктия — это не Сайюджи Муктия, но позитивная концепция освобождения, то есть во взаимоотношении с Кришной. Да, с Кришной и с Кашиной. С Кришной и Его преданными. И то, и другое. Кришна Самбандея. Всё связано с Кришной. Махарадж, скажем, Духовный Учитель, лично он пребывает в определённой расе с Кришной. И ученики, которых он принимает, они также обязательным образом принадлежат к той же самой расе, или ученики могут быть различных рас. Могут быть различных рас. Но в таком случае мы скажем, что Учитель пришёл в этой расе, но беда-бед, единство и различие. То есть для тех, кто в иной расе, Учитель будет в иной расе, имеется в виду. Хотя в то же время Учитель в той самой расе. Ачинь-те беда-бед. Махарадж, если кто-то, если Духовный Учитель пребывает в Мадуро-расе, а если ученик в Сакхья-расе, то, как будет выглядеть их отношение, взаимодействие, то есть у него нет. Если гуру в Мадуро-расе, а ученик в Сакхья-расе, то трудностей нет. Но если ученик в Мадуро-расе, а гуру в Сакхья-расе, тогда возникают трудности. Можно рассматривать это двояко. Это нечто не совсем простое. хитросплетение. Нарутам Такур говорит, когда, когда Локанат возьмет меня за руку и отведет меня к Рупе Госвами и даст мне связь с Рупой Госвами. Мой гуру оказал мне помощь до сих пор. А дальше, следующий этап, он будет принимать помощь от другой личности, от другого джентльмена. Таким образом мы можем рассматривать это. В Джайва-дармия, Виджой, в начале Браджанат и Биджой беседовали с Рагунатхом Дасом Бабаджа. И Браджанат был удовлетворен, а Биджой отправился в Пури, и там он вновь получил эту шикшу в Мадуро-расе от некоего другого Вайшнава. Поэтому, может быть так, так же. Тамара Кришна Марадеса. Харьи Кришна, Лауд Харьи Бог. Харьи Кришна. Есть ли вопросы? Спрашивает Госвами Махараджу Шрипада Тамара Кришна Махараджу. Махараджа, однажды Вы мне сказали, это спрашивает Бхакти Чару Свами, Вы приводили такой пример. Скажем, кто-то в Мадуро-расе и принят кем-то, кто пребывает в Сакхи-расе. И тогда лидер группы, той группы, которой он на самом деле принадлежит, скажем, Лолита Деви приходит к Субалу, лидеру Сакхи-расы, группы Сакхи-расы, и говорит, «Я забираю этого человека из Твоей группы в мою группу». Да, это написано в книге. Некая Виласа или как-то так она называется. Радхарани предложила Субалу. Она сказала, «Я хочу забрать одного из Твоих последователей, взять его в свою группу». «Да, да», ответил Субал. «Я очень рад. А, санкционировать. Это хорошо и здорово. Он получит лучший шанс в Твоей группе». В случае с Суамананды Прабху так написано, описано. Если живое существо, действительность пришло из Брамаджиоти, то это означает, что у него есть бесконечный счет, когда он возвращается в Духовное Небо. Он может быть... Открытый счет, имеется в виду. Он может быть помещен в любую расу, как по мере своего прогресса. Так ли это? Он может иметь возможность входа в любую расу, но по мере развития это будет распознано должным образом, и куда, куда он пойдет, направится, и его окончательная позиция будет утверждена в процессе развития, это будет явлено, куда в конечном счете он будет помещен в служении. Согласно его внутренней пригодности или квалификации, он будет помещен в соответствующее место. Внутренняя эволюция. Внутренняя эволюция, по мере внутренней эволюции, это может быть утверждено. Утверждена пригодность, квалификация. Махарадж, судя по всему, это спрашивает уже Тамал Кришна Гасвами. Я не понимаю. Когда эмбрион развивается в утробе, пересказывает Бхакти Чарас Свами, то, продолжая Тамал Кришна Махараджа, мы понимаем, что это развитие тонкого грубому телу. Что мы понимаем? И во время этого развития эмбриона мы видим, что грубое тело принимает определенную форму, которая вначале не столь развито. Что? Грубое тело развивается таким образом, что вначале невозможно, это нечто аморфное. Тонкое тело предполагает, скажем, когда человек спит, где находится его тонкое тело? Тонкое тело на месте. Оно не растет во сне. Оно не уходит во сне. Тонкое тело пробуждается в течение семи месяцев, или около того, тонкое тело пробуждается в течение этих семи месяцев, так можно сказать. Пробуждение тонкое тело на определенной стадии, в состоянии сна, может быть, оно может быть. В процессе развития мы понимаем, что мы получаем следующую форму благодаря нашим мыслям или сознанию в момент смерти, этим определяется наша будущая форма в следующем рождении. Что? Когда речь идет о человеческих существах, то в зависимости от того, каково их сознание на момент смерти, они получают соответствующее следующее тело. Да? Возможно, многочисленные желания. Тамал Кришна еще сказал в зависимости от желаний. Желания могут быть многочисленны. Побуждение, импульсы, и они определяют шанс следующего рождения. Они многочисленны. В процессе развития следующего тела, да, это тонкое тело, оно следит за этим развитием грубого тела или оно непосредственно приходит от параматмы? Нет. Параматма – это параматма. Тонкое тело это часть тонкого мира. Грубое тело по мере своего развития тонкое тело проявляется по мере развития грубого тела. Я не знаю, это ясно или нет. но не знаю, что я сказал, что вы можете говорить. прекрасная функция, если я занимаюсь полностью, то вы должны до этого. Но это есть. Шилы Шидарма, хракша, объясняет Бхактючара Сонья, говорит, что сначала машина должна быть будет полностью собрана, затем она сможет работать. И батарея есть, но дефект в машине. Есть двигатель, но машина не работает, потому что она еще не собрана, не все на месте. То есть с машиной все в порядке. В смысле, батарея на месте или двигатель, но… А как же машина развивается? Спрашивает этот Тамал Кришна. До тех пор, пока тело не полное, не полностью собрано, пока оно не выражено полностью, не проявлено полностью, оно собирается. То есть тело развивается… Что-что? Что-что? Что? Это не вопрос, как тело развивается. Можно продолжить выше приведенную аналогию. Атма и сукшма деха – тонкое тело. концепция атма – это выше, нежели концепция тонкого тела, тонкоматериального тела. Атма есть. А в зависимости от тонкого тела и также грубого тела, атма действует в этом бренном мире через грубое и тонкое тело. Махараш, но в утробе атма спит, а как же тело развивается? Что развивает тело? Какая природа? Природа, прокрития. Прокрития без связи с атмой прокритие не может развиваться. Душа – это некая пассивная связь. Какая-то связь с душой есть, в противном случае. А если нет связи с душой, то это только тьма. Атма – это только атма и есть свет, а любое выражение и проявление, чего бы то ни было, предполагает атму. Любое утверждение, утверждение любой реалии предполагает существование, присутствие атмы. Опростить детали внутреннего развития, мне кажется, что он говорит очень невнятно. Когда речь идет об эмбрионе, это нечто вроде пустого листа, и затем он сам не знает, что хочет сказать, и куда он вообще пришел, и зачем. существуют различные типы, форм жизни, и процессы могут быть разными, но это не имеет значения. Но в целом, какие именно индивидуальные особенности, атма – душа. Без души ничто не может быть утверждено или проявиться в бытии. Атма. А он спрашивает еще, Дайдхар Прабху спрашивает, мы должны понять, что все является идеей, концепцией, представлением. За пределами этого мы не можем ничего знать, это невозможно. Концепция атмы предполагает существование или бытие любого типа, даже тьму. Если атмы нет, то нет ничего. Концепция – это самый корень концепции. Как мы можем утвердить существование чего бы то ни было, любое реалии? Атма самая очевидная, и атму следует принимать в начале бытии. В гуще существования прибывает она. Затем различные виды существования мы можем отследить. В противном случае это невозможно. Сознание… Сознание… Мы должны признать первым, как первичный принцип. Что бы вы ни сказали, это своего рода сознание. Что бы вы ни сказали, это идея. Даже тьма – это идея. Определенная концепция представления. И эта идея предполагает существование сознания. Сомневающиеся должны существовать, согласно Декарту. Я сомневаюсь, но кто сомневается? Тот, кто существует. Первый принцип… Первый принцип самый очевиден. Это самый очевидный принцип. Мы принимаем атма. В противном случае ничего невозможно объяснить. Если меня нет, если меня нет, то как я могу утверждать, что бы то ни было? То или другое. Поэтому первое… На первом месте должна стоять атма. А затем уже можно спекулировать о чем угодно. Атма – источник энергии. Атма означает сознание в общем смысле. Атма означает сознание в этом случае. Не дживатма или параматма. И затем мы, когда речь идет о более глубоких уровнях мышления, мы можем думать – параматма, Бог существует вначале, а затем… То есть вначале сознание высшего типа, а затем уже все остальные виды сознания – это само очевидно. И затем другие вещи или реалии активируются благодаря этому первому принципу. Без души никакая функция, никакое, ничто невозможно. Но сознание… Сознание проникает в многие формы, начиная от одноклеточных существ, бактерий до человека. Что он говорит? Бактерия… Он говорит… Бакте Чару Свами пересказывает на Бенгалию. Да, в разных местах. Да, да, пронизывает, естественно. Даже дерево, камень, атма присутствует, сознание, дух – повсюду. Вопрос в следующем. Тонкая материя помогает развитию гроба материи. Да, да. Понимаете? Понимаешь? Понимаете? Когда мы хотим схватить преступника, поймать бандита, то мы делаем это с помощью другого бандита. Нечто в этом роде. Материя, материя, тонкая материя, с помощью тонкой материи развивается грубая материя. Поскольку тонкая материя становится уполномоченной свыше направлять развитие грубой материи. Но тонкая материя не есть первопринцип. Тонкое тело определяет детали развития. Понимаешь, компьютер – компьютер. Можно сказать, что компьютер независим, с одной стороны. В нем внутри происходят свои процессы, но все равно у компьютера есть тот, кто на нем работает. Компьютер не есть совершенный центр, но есть некий более высокий центр, который направляет развитие, существование и прочее всех остальных центров. Этот процесс многоступенчатый. Многочисленные центры, многочисленные стадии. Но высший… Мы в конечном счете должны иметь дело с высшим началом или высшим центром. Махараш, субъективная эволюция. Да, субъективные взаимоотношения, не объективные. Субъективная эволюция. Это вайчитра, многообразие, результат субъективной эволюции. От тонкого, от тонкого к грубому. Таким образом. Побег буквально означает «побег», ну, в смысле, как «побег», как «порождение». Цвет происходит из глаза, скорее. Цвет содержится в глазе, вовсе не так, что цвет содержится в реалии. Солнце, глаз и цвет. Эфир, ухо и звук. Различные ветви, различные… От одного общего явления или центрального явления, от субъективного и субъективного, от тонкого. тела, все переходит, приходит к грубому. То есть, тонкое тело активно по-разному в… Нас заботит принцип, нас интересует сам принцип. Ни частности, ни специфика, ни конкретика. Эту конкретику следует предоставить ученым, так называемым. Махараж, все направляется гипнотизером, как Вы говорили. Материя контролируется. И речь идет о том, кто что контролирует, речь идет о полномочиях, делегации, делегировании силы. Господь говорит в Гите. Я наделяю материальную природу силой, потенцией, она творит. Но его Солнце, она творит, творит она, но его санкция всегда на месте, всегда без его воли и травинкой не шелохнется. Но эта делегированная сила, она присутствует, проявляется по-разному, это не прямая связь. Скажем, преступника собираются повесить. Кто причина? Бог причина. Он причина всего. Но все же он не прямая причина того, что кого-то сдернут на виселицу. Реальная причина – это человек, который совершил убийство, и поэтому его собираются повесить. Его действие – это реальная причина, так сказать. Но если бы не было правительства, то его бы и не повесили. Поэтому он ответственен, так сказать, за свою смерть на виселице, потому что он совершил убийство, это главная причина. А другая причина – это правительство, которое следит за законностью. Поэтому многочисленные причины существуют. Прямой и косвенный прогресс. Столь много всего в природе. А, его собственная карма. Его собственная карма в этой юрисдикции, это его собственная карма является реальной, предоминирующей причиной. А есть также и другие причины. А, если рассмотреть, что стоит, что подоплека, является подоплекой определенного события, то, говорит Гита, это пять явлений. Пять явлений следует принимать в расчет в качестве, когда речь идет о причине и следствии. Прямая и косвенная причина. Пренебрежение нами, верховным авторитетом, то, что мы пренебрегли верховным авторитетом, привело нас сюда. Это первопричина всех остальных событий. Ты понимаешь, нет? Да. А пренебрежение, пренебрежение, неповиновение, неповиновение автоматической верховным авторитетом. Буквально говорит Гуру Махарадж. Это первопричина. А затем все это привело меня на определенное расстояние. Я пленен средой, влияниями среды и различными причинами возникают в этой среде. Таким образом, я ушел далеко, отошел далеко от центра, и многое окружает меня теперь. Их вклад – это многочисленные причины того, что со мной происходит. Эта причина, та причина, та причина, та причина. Но истинная причина следует отследить до самого начала цепочки. Откуда, откуда, как я оказался здесь? И теперь я… Вначале я стал Брахмой, и теперь я стал… Моя карма привела меня в форму зверя, скажем, тигра. И я окружен тигринным менталитетом. Я живу в нем. Или я становлюсь деревом, или… Подобные впечатления окружают меня. Я стал деревом, или насекомым, или кем угодно. И я пожинаю плоды, реакции. Таким образом, это случай сложный. Однако, нет конца этому разнообразию, и нет конца анализу. Но нас интересует главное. Затем, есть разные законы, есть разные среды, разные причины. Я могу быть помещен там, там, там. Но нет никакого блага от того, чтобы анализировать, бесконечно анализировать в деталях каждый отдельно взятый атом. Нас интересует, в принципе, суть, трансформация, как трансформация материальной концепции происходит. Как материя происходит из чистого сознания? Таков твой вопрос? Материя не есть независимое явление, независимая от Духа. Но когда мы в Брамхолоке, в оригинальной, пограничной или срединной потенции, присутствуют в этой среде или сфере многочисленные точки, точки луча, лучей, Брамхолока, джиотир, сияние, многочисленные электроны или атомы, или назовите это как угодно, частицы сознания. Сознание подразумевает начало, наделенное свободной волей. Без свободной воли или свободы воли невозможно помыслить сознание. Сознание подразумевает свободу воли. Точка сознания подразумевает очень уязвимое, ограниченное явление. Но эта точка света или точка луча наделена свободой воли. И эта точка есть личность, которая свободно вольна выбирать ту сторону или эту сторону. Одни выбирают ту сторону, другие — эту сторону, находясь в состоянии пограничной сферы. Свобода выбора стоит за первым действием или первым шагом, приводящим на эту сторону бытия. Свобода выбора. Это свобода есть врожденное явление. Это естество, природа живого существа. Но в результате, следствие, мы видим, одни живые существа пользуются своим шансом и приходят на эту сторону, другие на ту сторону. Одни принимают покорность, другие хотят доминировать. Да, доминировать. И в целом идея тех, кто питает представление о доминировании, о господстве, входит в измерение эксплуатации. И последствия эксплуатации проецируются на свободу воли живого существа, и отсюда происходит все разнообразие и все развитие материального мира. Но точка отсчета такова, как было описано выше. Частица сознания есть, и что есть материальное? Материальное подразумевает нечто, возникающее в результате тенденции эксплуатации. Таков процесс развития, в результате живое существо становится порабощенным. И в процессе, в этом процессе возникает великое разнообразие, многообразие. Вначале это нечто очень тонкое, но результат таков, очень грубый и наглядный. Я ясно выражаюсь? Что вы думаете? Свободная воля. Точка отсчета — это свободная воля. Поскольку свободная воля уязвима, это свободная воля. Оно — атомарное сознание, и очень малое. Все малое, все, чем наделено живое существо, очень крошечное. Поэтому уязвимость присутствует, возможность совершения ошибки. Поэтому его первый выбор, первый выбор живого существа — доминировать. И постепенно он вступил, оно вступило в мир доминации, и все остальное в его будущем — это результат его прошлых действий, развития таким образом. Девата, гандарва киннара, в различных рангах, классах, такое деление. И затем дерево, камень и все, что угодно. И акватические формы жизни, или газообразные тела, или тела водяных существ, и так далее, и тому подобное. Развитие, подобное развитие мы видим в этом мире, в этом материальном мире. То есть развитие, биологическое развитие, да, развитие. Но, но, точка отсчета, точка отсчета, то, с чего все началось — это свобода воли, свободный выбор души, и уже из этого развелись все эти реалии — ум, тело и все остальное. А, индивидуально, индивидуально или в группе, коллективно? Опыт. Все основано, все зависит от опыта, от опыта, подобно сну, субъективная эволюция, подобно опыту сна. Во сне также из тонкого тела многие явления воспринимаем из тонкого тела. Они порождаемы или присутствуют в тонком теле. Поэтому, в конечном счете, если мы сумеем проследить цепочку, то мы увидим, что все происходит из центра и того, что вокруг него, его окружение, из центра его окружения. Но источник — первопричина в субъекте. Если устранить субъект, первопричину, тогда ничего не остается. Я хочу спросить. Мы видим, когда Кришна... Кришна приходит во многих воплощениях, да? И как Господь Нарасимхадев, как Рамачандра, Вараха... Каждое из этих воплощений... Имеет ли оно, каждая из них, свою собственную планету в духовном мире? Подобно тому, как, скажем, кто-то преданный... А, что? Кто-то, Бхакта, преданный Шри Рамачандра. Да, Шри Рамачандра. А существует ли Лока или планета Шри Рамачандра в измерении Вайкундхи? Планета? Что ты имеешь в виду? Лока. Лока или Дхама. У них есть своя собственная Дхама, место в Вайкундхе. Это нитя. Это место имеет вечную природу. И в избранной группе они присутствуют там, как часть Вайкундхи. Сита, Лакшман. Да, да. Все они вечны. Они присутствуют там. И также в Брахманде мы находим... В некоторых Брахмандах, в некоторых вселенных они приходят или являются. Но изначально Вайкундха, изначальная группа присутствует там. И она распространяется в различные части различных Брахманд. Это нитя. Нитя – вечное явление. Вечно сущее и безграничное. Вечно сущее и безграничное мир. Никогда не умирающее. Никогда не умирающее. Никогда не погибающее. Вечный. Вечный. Лила. Лила означает «это». Поскольку такого рода преданность, подобные идеи, такого рода преданные и такого рода владыки всегда есть, остаются, существуют подобные стадии преданности. Все суть нитя вечны. Прохлад также вечен. Эта лила, которая однажды была продемонстрирована здесь, происходит в других частях, в других Брахмандах. И также изначально она присутствует в измерении Вайконхи. Нарисим Хадев? Да, Нарисим Хадев. В той же самой форме, в том же образе? Да, в том же самом образе. В том самом образе. Каждая лила, каждая лила имеет циклический характер, движется по кругу, так сказать. Хиранья Кашипу сначала раздираем, затем происходит то, что Брахма, Брахма дает ему, исполняет его желание, он вновь становится, он появляется на свет, становится могущественным цикл, круг. А Хиранья Кашипу присутствует в каждой Брахманде, но Хиранья Кашипу присутствует и в измерении Вайконхи? Да, да, в измерении Вайконхи также. Джай Ви Джай. Но Лила Нарисим Хадева здесь, да, мы видим, что он уничтожает демона. А неужели подобные демоны присутствуют в Вайконхе? Говорится, подобно тому, как здесь, здесь мы видим Господа, скажем, изображение или арча, то есть божество Мурти. Аналогичным образом мирской аспект или материальный аспект явлен в измерении Вайконхи посредством картин или отображен в какой-то, каким-то пассивным образом, как скульптура или картина. Не могли бы Вы, я не понимаю, мирской аспект, материальный аспект Лила, то, что, подобно тому, как в Прапанче, то есть в земных играх, мы находим, на земле, мы находим Кришна в изображении, в божестве. В божестве прямо противоположное явление присутствует в Четане, то есть в сознании, в мире Духа, в мире сознания. Там джада, материя, представлена пассивным образом, как скульптура или картина. Это, это возможно. Лишь пассивным образом, не активно. Лишь для того, чтобы создать подоплеку или задний фон для этой Лилы. Это не более чем пассивная репрезентация. Пассивная репрезентация материи. Материальные реалии, материальные реалии, представлены в мире сознания пассивным образом, словно картина, словно картина. Подобно тому, как духовные реалии приносятся сюда в виде картины и так далее. А, чая, тени, чая. Чёрный, чёрный и тёмный. Чёрный цвет представляет тьму. Чёрный цвет представляет тьму. А белый, белый представляет свет. Белый цвет представляет свет. Таким образом, майя представлена там в качестве картины. Пассивная майя, майя, не активна. Майя не активна. Майя присутствует там, но она не активна в Вайкунхе. Маха майя, кто-то спрашивает. Как чая, как тень. А в случае демонов, в измерении Галоки, демоны не атакуют Кришну. Что? А, демоны подобны тени. Поскольку они связаны с Кришна-лилой, Кришна-лилой, демоны. Но не... По сути, демонов, как таковых демонов нет. Но они представлены в виде картины или изображения пассивным образом. Ну, таким образом. Тень, тень, как тень. Они представлены там, в Галоке. Махарадж. Дхиро Кришна Махарадж спрашивает. А Господь Нарисимха-деф? Он имеет форму полу-человека, полу-льва. И также Господь Нарисимха-деф имеет четырехрукую форму. В Вайкун-Халоке Чатур-Буджа Нарисимха-деф, четырехруки. Как Господь Нарисимха-деф? Полу-ан, да. У Господа Нарисимха-деф имеет полу-человека, полу-льва. И это одна и та же планета, где он полу-человек, полу-лев, и он четырехруки. На одной планете. А, Господь Нарисимха-деф имеет четыре руки и пол полу-лев. Но есть еще форма Вишну. А, такой же случай, как и Курма, Вараха и так далее. У каждого подобные стадии, то, что было явлено этому миру, эти реалии будут повторяться вновь и вновь. И повторяются. Это также процесс... Это общее явление, явление общего порядка. Определенные обстоятельства возникают, приходят, подобно лекарству и болезни. Лекарство... Болезнь присутствует, и лекарство присутствует. Болезнь, болезнь, если болезнь вечная, то и лекарство тоже вечное. Поэтому... Поэтому подобное происходит множество раз. И Нарисимха приходит вновь и вновь, чтобы облегчить страдания своих преданных. Это вечное явление обладает вечной позицией, вечным положением в измерении Вайкунтхи. Разнообразие безграничного характера. А свободные игры происходят в разное время, в разной природе. В разное время, в разной природе. В чём трудность? В чём трудность для понимания? В чём затруднение? Если Нарисимха Дев вечен, тогда... Что здесь непонятного? Махарадж... Дхира Кришна Махарадж хочет, по сути, знать, Нарисимха Дев... Существует 24 экспансии Нарайны. Одна из них — это Нарисимха. Как эта экспансия Нарайны, носящая название Нарисимха, имеющая четыре руки, связана с Нарисимхой, получеловеком, полульвом? Изначально Нарисимха Дев имеет другую фигуру. Этот Нарисимха Дев там, и этот Нарисимха Дев пришёл сюда. Шастро не упомянуто, что тот Нарисимха был другого типа, подобно Нарайне. Нет, это не упомянуто. То есть тот другой Нарисимха тоже получеловек, полулев. Смысл таков. Харе Кашмам. Вайкунха. Вайкунха. Вайкунха свободна от связи с материей, но как материальная связь, каким образом связь с материальной реалией может быть пронесена в измерение вайкунхи? Как это возможно? Низшая часть вайкунхи, возможность этих вещей, связь с Брянным миром. Скажем, английский чиновник приезжает в Индию, и он совершает какие-то славные деяния и фотографирует прием, сцену приема, которую ему оказали, и показывает эту картину, вешает эту картину у себя в Лондоне на стену. Это фото. Фото, на котором изображено, как его принимали в Индии. Это до известной степени правда. До известной степени это частично, поскольку это фото не есть реальное событие. Событие произошло там, но отражено здесь. Однако эти вещи не прекращающиеся, поэтому они нитя, как картина, да, как картина, не как реальный акт убийства. И эта часть, мирская часть, материальная часть, там как картина, но не сам акт убийства. То есть убийства как такового нет. Нет. Имеется в виду, та сторона, материальная сторона не активна там, но связь есть. Связь поддерживается с материальной стороной, хорошего с плохим. Сознание с несознанием. Релятивность, эту связь мы не можем отрицать. В любом случае, она должна быть поддерживаема. Когда могущественный приходит сюда, то он могущественен, а когда, ну, скажем так, то начало, которое могущественно здесь приходит туда, то оно становится бессильным. Подобно деревянной кукле. Эта материальная сторона представлена там, нечто неживое. Материальные реалии не могут быть представлены там в качестве живых, но лишь ссылка присутствует. Но самих материальных реалий нет. В Кришна-лилах, здесь, на земле, гопи, которые любили Кришну, у них были мужья, но на Голоке у них нет мужей. Но то же самое настроение на Голоке, в Голоке, опять же, мужья представлены как картины, а иначе бы паракия была невозможна. Но мужей как таковых нет, нет. Вопросов нет, нет. Они лишь как тень, как тень, они есть как тень, чтобы создать панику в умах гопи, для того, чтобы интенсивность любви Милана. В Мадуро-Расе мы имеем полноту связи. И для того, чтобы усилить это явление, оно должно быть, буквально говоря, продвигаемо таким образом, таким образом, чтобы эта встреча или соединение или любовь была очень редкой и рискованной. Поэтому возникает необходимость, отсюда необходимость в картине или некой теневой фигуре сердца гопи. «О, у меня есть муж!» И все эти вещи создаются в уме и делают это явление более вкусным. Милан, встречу, соединение. Это как память, 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 возбуждение в таком духе. Такого рода сознание необходимо, чтобы придать этому явлению характер паракия, паракия черту. Паракия же необходима для того, чтобы сделать это явление, встречу, любовь, соединение редкими и драгоценными. Когда речь идет о любви к Кришне, это явление ставится на пьедестал. Ему дается высокая оценка. Я имею в виду еще одну вопрос. В Бхагаватах, в Бхагаватах, Шримад Бхагаватах, присутствует описание многих игр, включая... Что? Присутствуют многие игры, лилы, связанные с Индрой. Индрой? Да. И он много раз ему выпадает благая удача общения даже с самим Вишну. Мы находим в Кришна лиле. Он совершает многочисленные ошибки. Временами он не уважает своего гуру. Почему же он не учится? Если он постоянно встречается с Вишну, и он столь возвышенной личностью, царь полубогов, почему же он постоянно совершает ошибки? Как это возможно? Он должен быть чистым, преданным. У него так много общения с Кришной, и с Великими Душами, почему же он постоянно совершает ошибки? Можно рассмотреть это с двух точек зрения. Интеллектуально по сравнению с безграничным, ограниченный интеллект или способность это ничто. Это первый момент. Второй момент, Верховное положение Кришны таково, что он способен делать все, что угодно. Эти два момента. Он может, чтобы способствовать своей лиле, он может преследовать свои собственные цели в своих играх, в своей игре. он может вертеть окружающими реалиями, управлять реальностью так, как ему хочется. Это первое понимание. Второе понимание интеллектуальное. Когда речь идет о безграничном, то ограниченное существо, у него нет положения, оно нигде. Нет положения, когда речь идет о соприкосновении ограниченного с безграничными. Это сагуна-лила, не ниргуна. Индра, брахма, они считаются принадлежащими к сагуне, то есть к магическому миру, к магическому знанию. Маик, к магическому. Они пребывают, эти личности, в области заблуждения, в области ложных представлений. Подоплекой, подоплекой, бэкграундом является ложное понимание. Ложное понимание. Малая ошибка и большая ошибка, все это ошибка, все это ошибка, все это ошибочное представление, поэтому нет особой разницы между малой ошибкой и большой ошибкой, поскольку и то, и другое, единое. Брахма был много раз искушаем, даже Махадева был много раз искушаем. Только в измерении Ниргуна Харидас Такур был спасен от соблазна, но Брахма был искушен, соблазнен. Но Харидас Такур не может быть искушен, соблазнен, поскольку это, соответственно, Ниргуна и Сагуна. Сагуна — это измерение заблуждения. Большое заблуждение или малое, в любом случае ни на что невозможно полагаться. Любая ошибка может быть совершена любым, кто занимает любое положение, потому что это область ошибок. Но Харидас Такур, как же он не был соблазнен? Он Ниргуна. А что это означает, что он Ниргуна? Что? Я не понимаю. Ниргуна означает эксклюзивным образом он предан Кришне. Она не о Бхакти. А это Сагуна. Брахма и так далее. Они вынуждены... Брахма вынуждена возвращаться в этот порочный круг. Вверх-вниз, вверх-вниз. От микроба до Брахма. Зенит, Брахма стоит на вершине лестницы, но в любой момент он может опуститься до положения микроба, до последней ступени. А в Кришна-лиле, когда Брахма видит свою глупость и возносит молитвы к Кришне, да, в Кришна-лиле показано, что Брахма совершает ошибки. В Кришна-лиле. И вновь в Двараке он совершает ошибки. Как это возможно? Одно дело, один момент. Во-первых, это призвано, это показывает величие безграничного, безграничное способно, безграничное кукловод, кукловод, и все являются куклами в его руках. Он дергает за веревочки. Во-вторых, что большое, что мало, все это ненадежно в этом магическом мире. Одна ошибка, одну и ту же ошибку человек может, живое существо, может совершать тысячу раз в магическом мире, но в осмирении Ниргуна подобное явление невозможно по определению. Если где-то и присутствует подобная ошибка или заблуждение, то это прямое вмешательство Кришны в духовном мире, в Ниргуни. Иногда говорится, что Бракма приходил в образе Харидаса Такура с тем, чтобы достичь позиции чистой бхакти. Но как мы переходим от платформы совершения ошибок, когда мы обусловлены Майей? Существует множество примеров такого рода. Кришна и Баларама суть Кеша Аватара, Гопи суть проститутки Рая, Небес. Многочисленные пуранические версии. Кришна и Баларама суть Кеша Аватара, Гопи, суть Небесной Куртизанки. Брахма здесь тот же самый случай. Брахма образовывал собой часть, являлся частью Харидаса Такура. Он слился с Харидасом и был частью Харидасы. Поскольку Кеша Аватар Кеша Аватар точно так же, как Кеша Аватар явился, явился и вошел в Кришну и Балараму, а Кришна и Баларам с вами Бога в своем Пракаш. Первое и Второе. Таким образом нам это показано. Так нам это показали Махаджаны и Шастры. Это происходит так-то. Так и так. Низшая, низшая функция, когда приезжает глава правительства, то функция мэра аннулируется на это время, поскольку глава правительства, он включает в себя мэра, нечто в этом роде. непостижимо, кто-то говорит на заднем плане. Да, так оно и есть. Но не все это способны оценить по достоинству. Кришну. Ре, Кришну. Очень тонкие реалии обсуждаются. У меня есть еще один вопрос. Относительно деватов, полубогов. Да. Полубоги, говорится, являются преданными Вишну. Они преданы. Они девата. Преданные не означают пакка, то есть полноценные или стабильные преданные. Устойчивые преданные. Но некоторая степень покорности присутствует в них. Это карма Мишра Бхакти в их случаях. Может быть, лишь покорность Вишну и Асуры, они в целом пренебрегают моральными законами, а Девы имеют веру в Вишну. Имеется в виду, Асуры верят в моральные законы, а полубоги верят некоторую веру в Вишну. Асуры верят только в мораль. Кришна Бхакта, Анания Бхакта, безраздельные, исключительные, преданные это совершенно явление, стоящее особняком, совершенно иное явление. Очень важное явление следующее, чтобы понять, чтобы различить, различить, необходимо провести различия между Сагуной и Ниргуной. Высочайшее достижение в измерении Сагуна и капелька, частица участия в Ниргуна, в вечном мире или в вечном потоке. Сагуна и Ниргуна прямо противоположны. В рамках Сагуны Девы привлекают нас, но это не что. Сегодня ты Брахма, завтра ты москит или червяк. Как говорится в Бхагаватаму? Человек не желает страданий, но страдания приходят к нему. сами по себе. Удовольствие также приходит само по себе. Нет необходимости стремиться к удовольствию. Оно приходит автоматически, так же, как и страдания. Поток нашей кармы, нашей деятельности запланирован таким образом, что страдания и удовольствия чередуются, чередуются. Чередуются. Поэтому развитие в иллюзорном мире не следует считать представляющим хоть какую бы то ни было ценность. Не стоит и копейки. Никакой ценности не представляют в Сагуном мире. Высочайшее положение в Сагуном мире лишено всяческой ценности. Всякой ценности. Подобно сну, сновидению. Но, но, если речь идет о ниргуна-измерении, об измерении ниргуна-мире, измерении Кришна-лила, где присутствует самодержавный, абсолютный поток, который включает в себя все, объемлет все, и никакая сила не может сдержать его или приостановить его течение. Этот неизбежный поток подспудно или на поверхности он течет, и мы смешиваемся с ним. И это явление представляет, обладает вечной ценностью, ниргуна. А человек в измерении ниргуна, он может рассматриваться как преступник с точки зрения сагуна-лила. Но это не имеет ни малейшего значения. Апичет сударачиро баджатэ мамананья бхак. Прогресс в сагуна искаженном мире не есть в мире заблуждения, не есть прогресс. Тот, кто принимает участие в ниргуна, ниргуна-лилия, тот, того никогда невозможно осуждать. Это сама реальность. Речь идет о самой реальности. Это общий, универсальный и изначальный поток лилы. И этот поток никогда не может быть приостановленным и никогда невозможно бросить вызов. эта лила происходит, и мы так или иначе должны войти туда, принять участие в этом потоке, в этом потоке, в этой связи, связи. Мы должны открыть этот поток, этот поток, поток и связаться с ним. и он неуязвим, он непреодолим, непобедим, и жизнетворен в высочайшей степени. Это Кришна-лила, источник жизни и пищи. Так или иначе, каким-то образом, мы, благодаря Писаниям и Саду, и Сукрития разных типов. Сукрития сознательное, бессознательное, затем Шрадха, затем Саду-Санга. И тогда мы устанавливаем связь с этим скрытым подспудным потоком, неуязвимым измерением, потоком. И этот поток или это нечто сладчайшее из всего самого сладкого, Мадурам, Мадурам. Так или иначе, мы должны установить связь с ним. Хорошее и плохое и бхадра, бхадра, сэйманудхарма. А в действительности сэйбрам. Ну, порождение ума. Это все измышления ума, хорошее и плохое, категория этого мира. Поэтому по сравнению с... Если сравнивать сагуна и нигун, ниргуна, то эти попытки сравнения практически нелепы и смехотворны. Тем не менее, мы не можем избежать сагуна мира полностью, целиком и полностью, но мир, о котором идет речь для нас, совершенно отличен. Ниргуна совершенно отлично от сагуна. Существует множество Брахма и Вселенных. А может ли быть Брахма чистейший, преданный? Когда он преданный, то это другой вопрос. Скажем, Дуррува, в Бхагатам описывается кланецы. Не все Брахмы имеют... Статус Брахма отличается. Звание это банкноты, отисгинеи, а человек это золото, которое подтверждает ценности этой банкноты. Пост Брахмы это одно, а индивидуальное живое существо, которое его занимает, это другое. Брахма это ранг, это функция. И преданный, случайно, также может быть назначен этот пост. Когда подходящее живое существо недоступно, тогда Господь сам начинает играть эту функцию. Творца материального мира, Брахма. Если Брахма наш Городев, этого Брахму не следует рассматривать как того, кто... Поэтому Маду Ачарья вырезал эти две главы из Бхагаватам, в которых описано заблуждение Брахмы. И логика его была такой, как наш Городев мог впасть в заблуждение и не понять Кришну. Но Махапрабу не делал этого. Не вырезал из Бхагаватам эти разделы. Описание Кришны Верховной, Ему невозможно бросить вызов. Если Он захочет, то Он может поступать таким образом, с тем, чтобы предостеречь нас, с тем, чтобы мы были осторожны, осознавая, что даже для того, кто занимает положение Брахмы, возможно, заблуждение, с тем, чтобы мы были осторожны. На какое-то время Он мог сделать меня пригодным, а потом это вновь может уйти. Может уйти. Но, к сожалению, не очень разборчиво говорить Бхакти Чаруслами Махараджи. Он с такой великой нежностью, и Он обрел подобную веру Своего собственного Гуру. Он обрел Его благословение, и мы должны донести это. Вдохновленный моим Гурдебом, я отправлюсь по городам и весям, и буду нести это послание. И тому была дана высокая оценка. Но искренне следует это делать. Мы будем проверять себя. Искренность, качество ученика, квалификация ученика. Ачарья Абхиман. Да, Ачарья Абхиман. И Татас Кавичар. Акинчан Махарадж был здесь, когда этот джентльмен задал вопрос Свами Махараджу, сказав, вы проповедуете столь широко, пышно, великолепно, роскошно. А что делают другие, спросил он. На что Свами Махарадж ответил. Они просто кто-то добавляет, бьют в колокола. Спят, едят и бьют в колокола. Что-то в этом роде. И духовные братья пришли, когда до них дошло это замечание Свами Махараджа, пришли ко мне с жалобой на него. Я ответил на него, что Свами Махарадж совершает свой грандиозный киртан, что если в его киртане вам будет отведена роль звонарей, всего лишь навсего, то будет ваша высочайшая удача. ха-ха-ха. Харе-гисну. 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 Мы с Вашего позволения сейчас с Вами попрощаемся до следующего раза. Да. Харе-гисну.